ну что ребята идет отладка прототипа тахометра на мотоцикл точнее как сказать немножко более умного тахометра чем просто тахометр с функцией тахометра и с возможностью динамического измерения ускорения вот но поскольку это прототип можно похулиганить можно так сказать по исследовать можно порадоваться возможности пощупать так сказать в живую вот вы знаете прекрасно что наверное вокруг нас есть электромагнитное поле вот но когда мы находимся дома в офисе даже на улице вы знаете какое самое большое по напряженности электромагнитное поле на нас воздействует вы наверное удивитесь но это электромагнитное поле обычного сетевого напряжения 220 вольт который обычно присутствует в розетке 50 герц и вот этот тахометр вот такой маленькая антеночка в виде резистора вот такой вот резисторик давайте попробую показать на входной сигнал включен он является таким приемничком вот и видите как интересно то есть если я сейчас при его прикоснуть покажет в пересчете на частоту вращения ротора генератора оборотов в минуту ну то есть должно быть где-то 3000 оборотов но если вы посмотрите повнимательнее на стандарт качественного напряжения то это плюс-минус там четыре десятых процента по моему если я не ошибаюсь или ну да где-то где-то около там или четыре десятых герца до 50 плюс-минус четыре десятых или две десятых герца но вот эта частота 3000 оборотов плюс-минус немножечко пляшет вот на это если я коснулся я ни к чему не присоединен просто нам не наводится это напряжение ну вот и соответственно попадает на входной сигнал и пожалуйста измеряется вот таким приборчиком а если взять и приблизить у меня здесь есть просто проводочек вставлены в розетку и просто приблизить его к нашей антенке на расстоянии вот на таком расстоянии сантиметров 5 на 4 сантиметра антенка все равно будет принимать видите как работает интересно если подальше отвести то будет нормально а если я приближу вот так смотрите вот интересно вот кончик вот и я встану вот здесь где-нибудь хорошо вот так вот сделаем я его вот просто обнял не касаясь кстати электрической части просто обнял за изоляцию и вот приблизил себя к антенне и пожалуйста тот же самый результат считает частоту вращения ротора электростанции ближайший условно конечно вот ребят спасибо за внимание двигаемся дальше у меня идея в чем в том чтобы отказаться наверное от всех временных приборов которые установлены на моем мотоцикле вот и перейти на другой уровень то есть может быть сделаю платку какой прототипчик у меня уже лежит с входными цепями датчиков те которые будут установлены а уже с них будет поступать на микроконтроллер данном случае ардуинка будет скорее всего вот такая достаточно мощная машинка маленькая компактная но под сиденьем она вполне разместится уместится а с нее уже передавать наверно по компорту по четырехпроводной или двухпроводной схеме тоже как получится на четырехпроводная плюс-минус питание и два проводочка на передачу данных на какой-нибудь дисплей наверно скорее всего не экшен это будет да и соответственно всю информацию которая мне необходима будет на каком-нибудь таком небольшом дисплее там может быть 2 и 8 3 2 может быть 4 3 дюйма это уж можно выбирать подниму повыше в зону так сказать взгляда там где не нужно будет опускать голову и взгляд на приборку то которая стоит штатно а повыше подниму на ветровое стекло вот так чтобы без потери зрения что называется на за дорогой можно было периферийным зрением таким данным близким или коротким взглядом получать нужную информацию вот ну и помимо этого этот микроконтроллер будет записывать логи писать и мы сможем с вами увидеть измерение вот динамики то есть крутящий момент можно будет измерить по физике да по физической формуле втором закону не то надо допустим там применив его и можно будет оценить и сравнить на холодном двигателе на теплом двигателе с нормальной температурой и если получится будут теплые деньки но я надеюсь что мы сможем даже измерить на перегретом двигателе вот мой вопрос о том как самом деле ли двигатель станет хуже тянет когда он перегрет на баджет боксере в частности да или это просто придумки какие-то так сказать субъективные мнения но очень хочется понять очень хочется посмотреть и так сказать уже в числа в цифрах это все получить вот надеюсь это получится сделать кому интересен этот вопрос ну что ж буду радовать вас новыми результатами на своем канале всего доброго до свидания ребят до новых встреч